Всем привет, привет, стоп. Солнечная талия на проводе. Поменяла день с ночью, это жесть. Так что задача номер один, как можно быстрее решить проблему и завалиться спать. Куда вы побежали? Куда вы побежали? Куда? Ехал. Мальчик, ну мужчина, мальчик. Мусор выводить теперь и нет. Договорились на 9 часов, так что я побежала, не скучусь. Это капец так спать. Девчонки спят еще. Смотрите, бандит. Не только вчера здесь убралась на подоконнике. Посмотрите, бандит улегся, лежит. А что он? Ну тут хорошо. В тенечке. В тенечке, да? Я не буду тебя прогонять, не бойся. Будешь лежать. И так уже все выпачкал. Тебе все разрешают? Все тебе можно делать, да? Красивый мальчик. Мы уже вынесли весь мусор строительный из подвального помещения. Не, это я цвыркнула, не переживай. На следующей неделе приедет мальчик. Ну, мальчик, мужчина. Поможет вывести там весь хлам. Карл сказал, что приедет тоже. Когда у него будет время, заберет свои вещи, которые там, шины его. Какие-то там тазы я ему отдам, пластмассовые, которые дети, когда были маленькие, купались в этих тазах. Они уже не нужны. Ему как раз вот вещи развешивать, таз удобно будет. И потом сделаем там полочки хорошие. И будет у меня там тоже порядок. Надо попросить еще про то, чтобы он туда дверь сварил. Очень красиво смотрится. Смотрите, как, наверное, не передает. Но вот с цветами, с этими, я решила их отсюда не убирать. Но докупить, наверное, хотя по центру так и можно. Иду петь. Так, что я говорила? Смотрите, я говорила то, что сюда, по идее, когда начинается сезон дождей, очень хорошо, когда стоят две вазы. И таким способом, если косые дожди, они не будут ново покрашенные окна портить. Но эта ваза очень красиво смотрится, когда она одна, потому что она пушистая. Почему я решила оставить здесь? Потому что вот эта вот ваза, она очень глубокая и высокая. Так как сейчас будет там теперь стоять кухня, я думаю, что для того, чтобы было видны цветы, подойдет ваза наполовину меньше, да? Чтобы, допустим, цветы там вверх пойдут. И будет видно больше цветов, чем вот высокая ваза. Не знаю, я посмотрим. Я думала сюда докупить еще эту подвинуть. Я думала докупить еще одну белую. Тоже какой-то такой вот деревообразный цветок посадить. Видите, как он распушился. Эти я подрежу потом. И они потом дадут в следующем году. Ну, ты же грязный сейчас будешь. Подожди, я тебя вытру. А, блин, понес. А, помял гвоздики. Ну, что ты с ними уже делаешь? Нам сказали, надо пихать и вилок. Надо вилок напихать. Пластмассовых. Ну, смотрится очень красиво. Просто очень много солнца. Сейчас закрыто. Вставлю. И, в принципе, и отцветает. Я его подстригала. Он вообще лысый-лысый был. Это он так вот разросся. Очень красивый цветок. Смотрится в детское. Прям придает он какой-то такой, знаете, свой шарм. Вот этот вот цвет фиолетовый, голубой. А для того, чтобы было красиво, и зимой можно просто вот сюда зимой посадить вот эти вот красные цветы. Я не знаю, как они называются. Такие они вот садят у всех на зиму. И тоже будет акцент такой. Опс, переключаемся. Я прошу прощения, что я в таком виде. Ну, там идут работы, и это самое... Ну, неудобно там снимать, там пыль. Все такое. Решила ответить вам сразу на ваши вопросы. Открываю сегодня комментарии под последним видео, когда приезжала Вероника. Вероника, тебе огромное спасибо. Молодец, что поднялась. Даже не знаю, с чего начать, как прокомментировать это видео. В общем, наверное, начну с худшего, и потом придем к лучшему, да? Смотрите, по поводу того, что зачем вы снимали девочку, ей было неудобно. Вы знаете, куда вы идете. Мне сейчас в общем говорю. Человек живет, снимает свою жизнь. Естественно, хочется завпечатлить каждый момент. Расскажешь потом видео, что приходили, не поверят. С ними тоже плохо. Если вы идете к блогеру, вы знаете, что вы будете попадать под лучи видеокамеры. Это нормально. Или же просто тогда не идите. Ну, это как вариант. Второе. Написали, что девочка пришла, время отняла. Марине неудобно. Мне неудобно, что у меня там отняли время. Неудобно бывает в том плане, когда тебя застают в тот момент. Неважно, это к тебе приходит или на улице тебя видят. Это нормальное явление, когда ты публичный человек. Ну, и там голова грязная, ремонт в квартире идет, недострелок сегодня было, или там еще что-то. Ну, понятное дело, пылюка летит. Петя там пока где-то долбает, штукатурит. Естественно, это все на волосах. Может быть, ты не так одет, может, ты там в рваной пижаме ходишь. Я не знаю. То есть неудобно просто бывает от своего внешнего вида, что ты задумываешься, что в любой ситуации надо быть всегда с импатичной женщиной. Все остальное, ну, поднялась девочка, пришла, поздоровалась. Ну, немножко необычно. Ну, понятное дело, что не знаешь, как себя вестить. Ну, а что? Я же не знаю. Этот человек тебя смотрит и знает. Ты же, когда видео снимаешь, ты же не знаешь, кто сидит по ту сторону экрана. Понятное дело, ты представляешь весь этот стадион людей, ну, ты же не знаешь каждого личного. Пришла Вероника. Вероника не пришла с пустыми руками, когда она уходила, подарила 50 евро, потому что прям так этот вопрос их мучил. Сказала, что котикам на корм. Девочке было самой неудобно. Мне тоже сначала было неудобно, но потом я поняла, ну, я знаю, что, ну, они мне надо реально, мне деньги эти помогут. Кстати, всем спасибо огромное, кто донатил там по тысяче, по сто рублей. И я потом, когда уже буду заказывать кухню, скажу в отдельности. Всех поблагодарю, что и как. То есть никто не забыть, ничто не забыто. То есть я потом скажу, потому что, ну, потому что. Сейчас не буду говорить. Вот. Огромное спасибо всем, кто помогает. И ничего страшного, что помогает. Если донат это дело личное, уже сто раз говорила, кто хочет, кто помогает, кто не хочет, ну, даже не пишите это в комментариях. Ну, вы же не хотите, зачем вы постоянно это повторяете 300 раз. Дальше, отвечая на вопрос, я ответила, что зачем, не понимая, зачем брать руки в камеру и снимать, человек зашел. Ну, человек зашел, куда зашел? Человек зашел к блогеру. Естественно, стоит видеокамера, и туда все снимается. Вы такие интересные. Не заходите, значит. Я не понимаю, человек зашел. Я бы вам сейчас сказала, но лучше я промолчу. Потом дальше. Про платье. Естественно, это ее платье. Она его купила. Она сказала же, там же видео было, она сказала, что я написала Марине, спросила, где она его покупала. Она сказала, что в Тедзенец. И я заказала на сайте, чем вы слушаете. В видео не было ресничек накрашенных, потому что я не красилась в этот день. Мне было не до этого. У меня куча своих дел, поверьте мне. Марина намекнула на ресторан, но ее не поняли. Надо было артиста выгулять и вытанцевать. Соловья баснями не накормят. Я бы никуда бы не пошла бы, во-первых, ни в какой бы ресторан в таком виде я была не готова. Ресторан-артисту надо заказывать, брать аппунтаменту, резервировать столик, короче, резервировать свободное время. Это, во-первых, я бы никуда не пошла. И, во-вторых, я промолчу, дакабы других не разозлить. За входной дверь 300 раз рассказывала, что дверь будет краситься. Дверь, конечно, покрасится. Сейчас машинка, кстати, стирается. Спасибо за пожелание и вам всего хорошего. Джада в видео с Максом мне грустно. Это ее нормальное состояние души. Она живет с человеком, который очень тяжелый. Она такая и есть. Я с вами согласна. Но я ничего против не имею. Она никого у меня не уводила. Она попала в такую же ситуацию, что она сама не знала за всех этих детей, жен и за все остальное. Потом, когда она узнала, ее это все устраивает на протяжении уже 12 лет. Это ее нормальное состояние. Сейчас я найду комментарий с компьютерочным. Опять пишут за платье, что Веронике подарила свое платье. Марина даже воды не предложила гостей. Какая вода? У меня стаканов даже нет. Я ей с горла предложил свой литр воды, с горла, с которого пила я. Я сразу сказала, когда она пришла, сказала, даже в комнату не приглашай, у меня сесть негде. На моей кровати, на которой свалена куча вещей, где коты лежат. Она, о чем вы говорите? У меня же сердце заболело. Не заболело, а заколол. И написали, надо в запасе Марине и кофе иметь. Марина даже воды не предложила гостей. Девочка отвечала, надо в запасе Марине и кофе иметь. Кофе иметь. Что-то этого не хватило. Разговор гостей за чашечкой кофе. Какой разговор гостей за чашечкой кофе? У меня работы идут. Вот вообще человек работает. Какой кофе должен пройти? Это прилично бы было. Минус, что просто стояли. Девочки, вот вы сейчас, вот честно, вот вы сейчас троллите, пишите, шутите? Или вот в натуре так вы на натуре это думаете? то есть я делаю ремонт. Ко мне приходит кто-то, неважно кто там, Вероника, Света, Ника, неважно. Я все бросаю, начинаю кофе варить, не знаю, где у меня даже кофе, дома нет, я кофе не пью. Где чай лежит, я тоже не знаю, сахар стоит, я тоже не знаю, где я сижу на сумках. Я сейчас начну все переискивать, накормить кофе, сесть сидеть, где сидеть? В детской комнате мы сядем, да? Вообще не поймается, так смысл вообще сесть сидеть, кофе пить? Суббота была, кофейня около моего дома тоже закрыта, я туда тоже не пойду. Я даже, ну, я не знаю, как на эти вопросы отвечать, но вот честное слово. А девушка с непустыми руками приехала и в платье солидарность выразила. В общем, гостя заплатила за вход как в театр или цирк. Интересно, туалет изволили сходить? Ну, я не знаю. Если вы это пишите просто, ну, написать и тратите на это время, это одно. Если вы свои мысли не развиваете, мне вас жалко. Марина очень доброе подарила гостям платье. Да, а гостя ей больше нечего делать, взяла и переоделась в него. и переоделась в него. Ну, короче, вот это вот основные вопросы были. Говорит, так классно встретиться неожиданно. Девочки, поверьте, когда, если, ну, классно встретиться неожиданно, девочка, я бы тоже в городе хотела встретиться неожиданно. Классно встретиться неожиданно, когда вот вы там, ну, в городе где-то там сидите, ухоженно, а встретиться неожиданно, если ты там бежишь мусор выносить и неожиданно встречаешься Вот с такой головой, блин. Мы мусор весь вынесли, я вам сказала уже. И вот видите, видео до конца все не досмотрели. И написали, платье, кстати, на ней ваше. По поводу девочек, которые в машине, не пристегнутые. Я на это внимание обратила, даже написала пост в инстаграме под этим видео, где Макс снимал и Джада, и то, что типа Джада злится, что он едет в кабриолете, девочки не пристегнутые. Джада, когда села в машину, могла сказать, девочки, пристегнитесь. Сидит сзади ее, сидит ее ребенок, она этого не сказала. Они так привыкли ездить. Ладно, девчонки. Ладно, доброе утро, всем классных выходных. Да, как быстро Джады весь негатив переключили на симпатичную девушку Веронику. Она действительно симпатичная девочка, приятная. Ну, что я могу вам сказать? Будьте готовы. Приходите, будете попадать под видеокамеру. Это нормально. По телефону Вероника мне не звонила, она в дверь позвонила. Мы не договаривались. Вот я читаю, ваши комментарии придумали. Где вы эту информацию хоть видео смотрите? Написала Юля, Германия. Вероника, беги. Вероника, беги в смысле? Вот вы пишете, Вероника, беги. Вот в смысле? Почему она должна была бежать? Я не поняла. Знаете, что я вам сделаю? Я вас заблокирую. Я вас заблокировала. Никто Веронике плохо в доме не сделала. Она сама пришла в дом. Никто ее не выгонял здесь. И то, что она стояла в пыли. Петя в этот момент работал. Это было его рабочее время. Работал. Флорида-Ялта на порог никого не пустила. Потому что Люду тоже застали. Я помню это давнешнее видео, когда ее застали тоже в спящем состоянии. Она отдыхала, по-моему. Это во-первых. Во-вторых, ты никогда не знаешь, кто по ту сторону двери к тебе звонит. Это нормально, что человек так реагирует. Тебе звонят. Здравствуйте. Здравствуйте. Естественно, Флорида. Я помню это видео. Девочка пишет, типа, Флорида, даже в этом ролике к поводу было с возмущением. Типа, никто не приезжайте, подарки мне не нужны. Ну, правильно. Люда не хотела подарки. И с незнакомыми людьми она будет тратить свое время на незнакомых людей, что Люда будет им рассказывать. Я не буду стричь волосы. Мне их помыть надо. Марина, да оставьте свою голову в покое. Будь выше. Длинные волосы на голове предусматривают великое разнообразие причесок. Но ведь было хорошо подобранные волосы заколка. Зачем было растрепывать? Ну, потому что так симпатично мне казалось, что я выгляжу. На тот момент, когда меня застали в таком виде, мне казалось, что с распущенными было бы более-менее хоть как-то. Потому что я не готовилась. Не привлекал чересчур внимания к редкому количеству волос, наверное, вы написали в АДОС. Они этого не величина, делать ремонт и носить кольцо с огромным... Я его не снимаю. Мне дочка подарила старшую. Это момент. Пересмотри свое видео. Хватит постоянно трепать жиденькую. А! Я ухожу. Ага. Тебя сегодня уже не ждать? Нет. Почему не ждать? А, ждать? Хорошо. Хорошо. Давай, пока ты. Парасон на голове. У вас в Италии живут графия, чень, богатые, в доставне люди и стараются не привлекать своей внешности. Внимание перестать тыкать своими недоставками в экран. И потом опять же другое сообщение. Вам надо быть культурнее и на физ. Недостатка другого не акцентироваться. Ведь это минус вам в вашей внешности. Да, наверное, лучше было бы попить кафе в баре вместе. Бляха-муха. Я брошу ремонт, девочки, брошу ремонт, брошу человека, который у меня работает. Начну искать непонятно, я вспотела уже в течение дня. Начну искать какую-то шмотку, чтобы переодеться, не пойти потно. Это мне надо на душ сюда принять и пойти попить кофе. Вы вообще нормальные люди? Ну такой, ну блин. Ну еще скажите, что вы со мной не согласились. Ну бред какой-то. А если ко мне будут ходить каждый день или через день, или раз в неделю, то мне надо каждый день будет все бросать и бежать. Я сейчас нет, у меня времени, у меня нет времени вообще, по идее нет времени. Зачем надо на камеру распускать волосы? Я вам уже ответила. Сегодня разговаривала за фартук, парень вывозил мусор. Он говорит, я советую ложить любую плитку, она практичнее. Снимите майку, не носите. Марина, не носите вы эту майку, в ней вы производите неправильное впечатление. Такие носят в селах пьющее обыдло, так как очень много китайских подделок, как адидас. Эта майка не подделка, это во-первых. Во-вторых, я в этом ремонте вообще ничего не могу найти. И нормальная майка, я считаю. Не носите то, купите дверь, купите это. Вот там донат под видео, пожалуйста. Пишем пожелание, высылаем на новую майку. По поводу розетки, даже этот парень, который мусор вывозил, он тоже ремонтами занимается. И я у него спросила, он сказал, что по-любому здесь в каждой розетке, которая уже есть, в ней уже есть заземление, как он мне объяснил. Так, ладненько, девочки, настроение хорошее. Это я просто прилегла, потому что там Петя работал. Я вчера вечером уже все, ну это самые популярные, которые вопросы были. Я просто, во-первых, это даже день с ночью потеряла, опять сегодня заснула в 6 или в 5 и встала уже в 7.30. Нет, не в 7.30, в 8.30. Вот. Ой, сейчас я бы я поспал. Надо поспать. Потому что я вчера даже, когда уже закончил там делать то, что ему надо было, я это, ну он замел, там убрал мусор, и я пол протерла. Надо попозже в магазин сходить, купить еще вату, глаза которым помыть. Что еще хотела сказать? Буду вывозить мусор, мусор буду вывозить весь, который там за эти годы нахламился. И даже мусор Клеопатрию буду вывозить, потому что она мне мешки свои, которые там еще, она бросила, у нее был магазин свой, она продавала вещи. У нее осталось очень много трикот, ну вещей там каких-то. Вот. И она это распихала там по всему вот этому коридору. И когда вода поднималась, они, конечно, там набухли там этой водой, но это много лет назад. Она взяла ко мне, она у меня не спросила, спросила у Карла, когда мы еще жили тогда с ним. Он мне сказал, да, конечно, можешь оставлять, типа, свои шмотки, вещи у меня. Она их в итоге сбросила, она мне не пользуется, они там валяются. Буду вывозить все. Даже вот эти вот украденные от велосипеда вот эти колеса. Я уже показала парню, который приходил. Я говорю, вот это вот все мы вывозим, потому что, говорю, это не мое, это ее. Но оно, говорю, там все старое, оно так вот брошенное, брошенное только потому что вот лишь бы бросить. И он сказал, что без проблем, говорит, это самое, на неделе, наверное, через неделю вывезем все. Вывезем все нафиг оттуда. Потому что сосед тоже сказал, что другой мальчик тоже готовил свое подвальное помещение. Подвальное помещение достаточно большое. У некоторых в других домах оно настолько сухое, что люди там птичек разводят. У кого-то там своя мастерская. Там, ну, мастерская кто-то может там чем-то занимается. То есть люди свои вот некоторые прям помещения организовывают, ну, прям вот классно, знаете, там. И красят, и кому-то, у кого есть там старые ковры, я была вот там ходила, мне птичку дарил мужчина. Она потом улетела. И так там вот у них старые ковры, которые им жалко выкинуть, прям вот на полу лежат. То есть убрано хорошо, то есть прям вообще убрано. Там свет проведется. Там раньше был свет, света сейчас нет. Дверь надо слить. Вот там елку туда снесу, игрушку, игрушки, все на полках красиво. Не то, что красиво, оно встанет там все аккуратно. Ты будешь, по крайней мере, знать, что у тебя там все аккуратно. Сосед сверху свою так кладовку организовал. Надо будет, кстати, к нему как-то пойти, попросить посмотреть ее хорошо, рассмотреть. То он там, допустим, вот съездил там раз в неделю, раз в месяц в магазин, допустим, купил там. Спать хочу. А-а-а-а, башки, я. Захотел там, не захотел, а купил этот, там, 6 литров молока, там, 2 упаковки воды. И у него все это в подвальном помещении стоит, он просто спускается. Она у него тоже, кстати, дальняя кладовка. Он свет провел туда, и он туда спускается. И чтобы в магазин часто не ездить, у него там вот необходимое, там, сахар, там, масло, все там стоит. Ну, не знаю, мне лень ходить, очень далеко там этот подвал. Так, конечно, туда снести можно было половину того, чего не надо. Зонты. Зонты снесутся туда, вот эти, как они называются, пляжные, летние. Там еще, кстати, остались детские игрушки, пасочки, когда они маленькие были. Не буду выкидывать, пусть висят. В общем, короче, работа есть. Работа есть. Ничего, все в порядок приведется, и будет хорошо. Сегодня буду голову мыть, буду купаться. Хочу волосики, тереблю мои волосики. Мой канал, что хочу, то и делаю. Хочу, тереблю, хочу, не тереблю. У меня настроение хорошее. Я просто говорю, я день с ночью поменяла немножко. И такое, знаете, оно немножко убийственное. Поставьте плюсики, когда я зеваю, чтобы тоже зевает кто-то со мной. У меня утром встала быстренько, помылась, оделась. Побежала, так приятно, когда кто-то для тебя что-то делает безвозмездно. Я парню говорю, сколько я тебе должна, он говорит, Мариненька, нисколько. Не, ну потом, когда он, я, конечно, так наглеть не буду, когда второй мусор будет вывозить, я денежку дам, ну, хотя бы 50 евро. Я просто призадумалась, или 20 на бензин. Я говорю, прикинь, мы столько лет потерялись, ну, мы знакомы были. Мы столько лет потерялись, я говорю, и так нашлись. То есть ему тут Валера, который приходил, смотрел работы, контролировал. Знал, человек вообще меня не знает, незнакомый мне человек. Я просто спросила, можно ли вывезти мусор, знает ли он кого-то. Он сказал, не переживай, все сделаем. Не стал там сразу бросаться там за деньги, за время, за объем работы. Сразу не забыл, нашел человека, позвонил, сказал, что там женщине нужна помощь. Другой чувак перезвонил. Я вообще в шоке, молодцы пацаны. Просто я знаю тех пацанов, которые, ну, вот, которые здесь, которые бы первым бы делом бы, ну, понятное дело, мы же не родственники, спросили бы объем мусора, сколько стоит, там, сколько заплатишь, или там. То есть это нормально, но приятно все-таки, что вот так вот относятся, что твои проблемы за тебя решили мужики. То есть один пришел, посмотрел, без слов даже, даже не видя, какая там куча, позвонил другому, сказал, что у девочки, ну, я себя девочкой называю, у девушки проблемам, надо помочь. И другой сразу отозвался, молодцы. Дай Бог им здоровья, им, их деткам, семьям, молодцы, молодцы мужики. Вам вернется в два-три раза больше, чем вы отдали. Главное, вы сделали больше, чем вы везли мусор, вы помогли. Ой, вы сделали больше, чем вы несли мусор, вы, ну, подарили эмоцию человеку. Вот вы сделали, вот так вот, вот такая вот ваша помощь, она дала эмоцию человеку, то, что мне все так в мире потеряло. Я правильно свою мысль, что я хотела сказать? Я хотела сказать, что если вот вы помогли безвозмездно, то это приятно вдвойне. Вообще, это очень приятно, это очень приятно. Я тоже много чего делаю, я просто об этом не говорю. Ну, как там, сестре говорю там, или не по-алне рассказываю. Либер, у тебя привет. Вот, а я тоже делаю то, что можно было бы промолчать и не сделать. Делаю, потому что, не потому что я классная, а потому что я знаю, что если я могу сделать, почему бы и нет. Как-то так. Ладно, девочки, мальчики, мужчины, что? Ничего. Надо сегодня вот закончить, Петя, ну, убираю там в комнате у детей, поменяю постели им. Ну, они сами поменяют. Вот, и я вчера полы, я каждый вечер полы протираю, чтобы пылюки не было, потому что коты лежат. Бедные коты, девочки, ну, а куда мне идти? Ждать в дом приют для котов? Переживут, ничего страшного. У меня все понимают, что в тесноте да не в обиде. Сейчас попозже выйду, пойду покупать какие-то продукты и куплю, надо купить вата. Закончила, вчера глаза не протирала. Протру глазки им. Ничего, зато потом будет классно, надо пережить этот момент. Вы спрашивали за кастрюлю, это последнее, что я хочу сказать. Спрашивали за кастрюлю, подумайте о плитке, там нужна дополнительная посуда. У меня нет посуды. Три сковородки, на которые были, кстати, можно было их почистить. Три сковородки я выкинула сразу. Свои я куплю новые. У меня всего три кастрюли. Одна большая под оливье, одна средняя, одна маленькая. Вот эта вот большая, она очень классная. Если она не подойдет под новую плиту, то я ее отошлю сестре, потому что она реально крутая. Другие две я могу подарить, отдать Карлосу, пусть он ей пользуется, хотя он, наверное, и не пользуется. Я куплю себе три кастрюльки. Нам нужна всего одна большая кастрюля, чтобы варить картошку, морковь на оливье, все. Одна нужна средняя для пасты и одна еще более такая маленькая. И потом надо три сковородки, там, сковородок можно даже больше. И какой-то ковшик там подогревать, воду иногда я подогреваю. Потому что я чайник отдала Картосу. Кстати, он им не пользуется, может быть, назад забрать, не знаю, но выкуплю. И все, у меня же посуды нет. У меня только тарелки, стаканов, пару штук осталось, побили. И кружек даже нет, кружки побили. Мне легче. У меня нет ничего, мне все покупать надо. А покупать не хотелось, кухня хотелось. Будет кухня, будет потихонечку все новенькое. Сервант хотелось. Очень сильно хотелось сервант. Вот прям мечта моя была сервант в потолок этот. Но не получится вставить сервант. Из-за холодильника не получается. Потому что холодильник будет стоять между окон. Он спишется с мебелью, как-то более-менее он будет такой кухонной гарнитуры, как-то более-менее он не будет выпирать. Поставить его к батарее тоже не вариант, он будет мешаться. Надо освободить пространство. Поэтому купить сервант, как советуете вы, холодильник и сервант. Там сервант выйдет на один метр, туда в него ни черта не влезет. Он будет не симпатично смотреться. Но сервант красиво смотрится, когда они большие, огромные. Он будет смотреться не симпатично. Поэтому там будет стоять типа островка, или как правильно сказать, чтобы вы опять, вас не сбить с толку в комментариях. Ну как вот стол будет. Давайте лучше решим, куда мне вот эти вот ящики вешать. Вот эти ящики, которые сняли с кухни, вот куда их можно повесить. Мне их отдавать реально жалко. И реально жалко их выкидывать. И они новые, и реально жалко их нести в гаражное помещение, в подвальное. И вешать их там. Потому что они запылятся и испортятся. Я хочу попробовать повесить их у девочек над письменными столами. Даже если их перевернуть и поставить как пеналы около стола, там отодвинуться опять к кровати, будет неудобно. Вот именно их я не хочу ни дарить, ни продавать. Потому что продавать они здесь вот так вот будут в таком состоянии на продажу. Они будут у вас стоять полгода. Вы будете ждать? Я нет. В коридор они подходят по размеру в коридор. Если их вот так вот развернуть, где раньше были полки подвесные, они туда входят. Один можно повесить над моей дверью. Ладно, девочки, мальчики, мужчины. У меня хорошее настроение. Я вам говорю, я просто что потеряла день с ночью, немножко устала. Я когда всегда устаю, у меня голос садится. Вот, немножечко я устала просто морально. За комментарии ответила, ну, потому что это были самые популярные комментарии. Поэтому не надо обижать человек. Человек поднялся, позвонил ему, ей самой было неудобно. Ну, просто было интересно, почему бы и нет. Не надо никого обзывать. Зачем? Вы же дарите, вы же делитесь тем, что внутри вас. Чем больше говна вы написали, значит, тем этим говном вы больше и питаетесь. Каждая ваша клеточка в организме. А я вам желаю здоровья, желаю благополучия, всего самого доброго, яркого. Эмоций вам желаю. Гармония с самим собой, это самое главное. Любите себя, начинайте мир с самого себя. Это же так просто. Просто начать с самого себя что-то делать. Все, всем пока-пока. Продолжение следует...